Обитая дорога в почебном состоянии. Основные дороги – пробки, как вы знаете, утром и обед. Хотелось бы вас попросить, чтобы сделали дорогу. Хорошо, мы дадут сюда приехать, чтобы обсудить с вами, услышать проблематику. Нагдетная мама Айша от Барамукова недавно обратилась в мэрию Черкеска с просьбой отремонтировать дорогу по улице Фабричной. Каждый день она возит по ней детишек в школу по ямам и выбоинам. Заявление приняли к рассмотрению, после чего специальная комиссия оценила целесообразность проведения капремонта. В итоге обещанного долго ждать не пришлось. Как только погода позволила, на улице Фабричной загудела спецтехника. Капитальные ремонтные работы начались и по улице Тургеневской республиканской столицы. Рабочие уже сняли старый слой асфальта, а затем приступят к основным работам. Так что пока лучше выбирать альтернативные пути объезда. Улица Тургеневская, примыкающая к ней Герцена, одни из самых загруженных транспортных артерий Черкеска. Поэтому не мудрено, что дорожное полотно тут быстро приходит в негодность. Всего в этом году мэрия республиканской столицы планирует обновить 13 километров городских дорог в разных микрорайонах Черкеска. Напомним, капремонт ведётся в рамках национального проекта безопасной качественной дороги. Планируем в рамках ремонта обновить дорожное полотно, провести устройство бордюрного камня, нанесём разметку и доустановим количество дорожных знаков. Благодаря участию в этой программе за несколько лет Черкески удалось отремонтировать более 50 километров дорог, приведя в порядок практически все основные транспортные артерии республиканской столицы. Теперь внимание обращено и на дороги частного сектора. Скоро горожанам, проживающим по улице Дружбу, более не придётся наблюдать вот такие озёра возле своих домов. В этом году они попали в список капремонта, при составлении которого учитывается мнение горожан. Понятно, что исполнить все пожелания разом не получится. В первую очередь ремонтируют те дороги, которые наиболее нуждаются в этом. Какие дороги входят в список? В первую очередь это, как повторюсь, дороги к социально значимым объектам. В частном секторе особое внимание мы обращаем на ширину дороги, потому что есть участки такие в частном секторе, где ширина дороги не позволяет у нас сделать полноценные две полосы. Поэтому приходится там ремонтировать дорогу путём градирования данного участка. Не получится у нас поселить полноценный асфальт. Уже сейчас мы формируем списки дорог, подлежащих ремонту на 2024 год. Готовим предложение. Любой житель города Черкеска может обратиться в мэрию города Черкеска, в управление ЖКХ, с просьбой отремонтировать тот или иной участок автомобильной дороги. Комиссия выйдет, рассмотрит и будем вносить предложение. Но в городе должно быть комфортно передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам. В прошлом году в республиканской столице отремонтировали порядка пяти километров пешеходных зон. Продолжатся эти работы и в текущем 2023. Стартуют они в мае. Отдельное внимание уделяется благоустройству тротуара возле социально значимых объектов. Ватима Куршева, Мурат Кемрюгов, Архиес 24.